Беседа 72, 726, Матфея 23, 1. Тогда, когда? Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим. Когда Спаситель окончил беседу Свою с фарисеями. Когда заградил им уста. Когда довел их до того, что они не осмелились более искушать Его. Когда показал, что они страждуть ни с цельным недугом. И так, как выше упомянул о Господе и глаголовшем Господу, то теперь опять обращается к Закону. Может быть, ты скажешь, Закон не говорит ничего подобного, говорит только Господь, Бог твой есть Господь Единый. Второзакон 6, 4. Но в Писании называется Законом весь Ветхий Завет. А что теперь говорит Спаситель? Говорит для того, чтобы всячески показать свое совершенное согласие с Отцом. Если бы Он был противен Отцу, то противно и говорил бы и о Законе. Ныне же Он предписывает оказывать такое уважение к Закону, что велит наблюдать Его, несмотря даже и на развращение учителей Закона. При этом Он беседует и о жизни, и о должном образе поведения, так как главнейшей причиной неверия фарисеев была развращенная жизнь и любовь к славе. Итак, чтобы исправить слушателей, Спаситель особенно повелевает им соблюдать то, что наиболее споспешит в спасении, именно не презирать учителей и не восставать против священников. И не только повелевает другим, но и Сам исполняет это. Он и у развращенных учителей отнимает должного уважения, подвергая их через это тем большему осуждению, а у слушающих его учения отнимая всякий предлог к непослушанию. Чтобы кто ни сказал, я потому стал ленив, что учитель мой худ, он отнимает самый повод. Итак, несмотря на развращение книжников, Спаситель так твердо ограждает права их власти, что и после столь сильного обличения сказал к народу, «Все, что говорят, к вам делайте», потому что они предлагают не свои заповеди, но Божии, которые Бог открыл в законе через Моисея. И заметь, какое он оказывает уважение к Моисею, снова доказывая согласие своего учения с Ветхим Заветом, когда и самих книжников считает заслуживающими уважения и спочтения к Моисею. «Но Моисеевом седалище сели», — говорит он, — «так как он не мог представить их достойными доверия по их жизни, то предлагает тому законное побуждение, упоминая о кафедре и учении Моисея. Когда же слышишь слово «все», — не разумеет здесь всего закона, как, например, постановление о пище, о жертвах и тому подобном. Как он мог говорить теперь о том, что отменил еще прежде? Под словом «все» разумеет он предписание, служащее к исправлению нравов, улучшению образа жизни, согласное с правилами Нового Завета и освобождающее от иго закона. Почему же он повелевает делать это не на основании закона благодати, а закона Моисеева? Потому что еще не время было ясно говорить об этом прежде Креста. Кроме того, мне кажется, что он, говоря это, имел в виду и нечто еще другое. Так как он хотел обличить фарисеев, то чтобы не подумали люди неразумные, что он сам ищет власти, принадлежащей им, или что делает это по ненависти, прежде всего он уничтожает такое подозрение. И сделав это, уже приступает к обличению. Для чего же он обличает их и так много говорит против них? Для того, чтобы предохранить народ, чтобы и он не впал в такие же пороки. В самом деле, ни одно и то же просто запрещать зло и указывать на людей, делающих зло, подобно тому, как ни одно и то же хвалить добрые дела и представлять примеры людей добродетельных. Вот почему Спаситель еще прежде обличения фарисеев и говорил, «По делам же их не поступайте». Чтобы народ не подумал, что, слушая их, он должен и подражать им, Спаситель прибавляет эти слова, мнимую их честь обращает им в осуждение. И действительно, что может быть несчастней того Учителя, ученики которого тем только и спасаются, что они смотрят на его жизнь? Таким образом, мнимая честь этих Учителей обращается в величайшее для них осуждение, когда жизнь их такова, что ученики их, подражая ей, совершенно развращаются. Поэтому Господь и обращается теперь к обличению их. Впрочем, Он делает это не по одной только этой причине, но и для того, чтобы показать, что и прежнее их неверие, и пригвождение Его ко кресту, на которое они осмелились после, не может быть обращено вину распятому, в которого они не уверовали. Но их самих обличает в нечестии и неблагодарности. Смотри же, с чего начинает, и чем учили, усиливает Он свое обличение. Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают. И всякий преступник закона достоин обвинения, а тем более тот, кто имеет власть учить. Таковой заслуживает вдвое и втрое больше осуждения. Во-первых, потому что приступает закон. Во-вторых, потому что имея обязанность исправлять других. Но сам, хромая, достоин большего наказания по высоте своего положения. А в-третьих, потому что он сильнее увлекает других пороку, так как нарушает закон, сам будучи учителем закона. Сверх всего этого Спаситель обвиняет их еще и в том, что они жестоко поступают с людьми, вверенному их попечению, связывают бремена, тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Этими словами он обнаруживает двоякое зло в их действиях. Именно то, что они от подчиненных без всякого снисхождения требуют полной и совершенной исправности в жизни, а сами себе предоставляют полную свободу действий, между тем, как доброму начальнику надлежало бы поступать иначе, то есть к самому себе быть судьей строгим и изыскательным, а к подчиненным кротким и снисходительным. Фарисеи же поступали наоборот. Таковы все, любомудрствующие на словах. Они без милости строгие и взыскательные, потому что не испытали, как трудно учить делами. Немаловажно и это зло, и придает много силы прежним обличениям. Но посмотри, как Спаситель еще более усиливает это обвинение против книжников. Он не сказал «не могут», но «не хотят», и не сказал «нести», но и перстом двинуть, то есть не хотят даже и приблизиться, даже и прикоснуться. Но о чем же они заботятся и к чему устремлены их усилия? К тому, что возбранено законом. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Этими словами он обличает их в тщеславие, которое и погубило их. Вышеупомянутые поступки показывали их жестокость и нерадение, а те, о которых говорится теперь, обнаруживают в них неумеренное желание славы. Оно-то и удалило их от Бога, оно заставило их подвязаться на ином позорище и довело до погибели. Действительно. Каких кто имеет зрителей, такие являют и подвиги, стараясь им понравиться. Так, кто подвязается перед людьми, исполненными мужества, тот и сам старается опечиться мужеством. А кто борется перед людьми слабыми и малодушными, и сам становится небрежен. Так, если кто имеет перед собой зрителей, любящих смеяться, тот и сам старается быть смешным, чтобы доставить им удовольствие. Другой же, имея перед собой зрителей серьезных и расположенных к любомудрию, и сам старается быть таким же, так как это согласно с расположением тех, от которых он ожидает себе похвалы. Но смотри, как и здесь Спаситель увеличивает вину фарисеев. Он не говорит, что в одних случаях они поступают так, а в других иначе, но что во всех своих делах одинаково. Таким образом, облегчив их тщеславие, показывает далее, что они тщеславятся неважными какими-либо и нужными делами. Никаких истин добрых дел они не имели, но пустыми и ничтожными, которые обнаруживали только их развращение. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрылие одежь своих. Какие же это хранилища и воскрылия? Так как они часто забывали о благодеянии Божьем, то Бог повелел им написать на особенных листочках чудеса Его и привязывать эти листочки к рукам своим. Потому и сказано «Да будет непоколеблемо пред очами твоими» в Тарозаконе 6.8, что и называлось хранилищем, подобно тому, как ныне многие женщины носят Евангелие на шее. А чтобы и другим образом заставить их помнить о его благодеяниях, Бог повелел им, как малым детям, делать то же, что многие делают во избежание забывчивости, обвязывая палец льном или нитью, то есть пришивать по краям верхней одежды с нурки гиацинтового цвета до самых ног, чтобы, взирая на них, они вспоминали о заповедях, и это называлось воскрылями. А они особенно заботились о том, чтобы делать широкие подвязки для этих листочков и увеличивать воскрылия одежды, что показывало их крайнее тщеславие. Для чего ты гордишься и расширяешь их? Уже ли в этом состоит твоя добродетель? Принесут ли они тебе какое-нибудь добро, если ты не воспользуешься тем, о чем они тебе напоминают? Бог не того требует, чтобы ты увеличивал и расширял их, но чтобы помнил его благодеяние. Если не должно хвалиться и милостыней, и постом, который требует от нас труда и суть нашей дела добрые, то как же ты, иудей, превозносишься тем, что особенно обличает твое нерадение? Впрочем, иудеи не только в этих мелочах обнаруживали свое тщеславие, но и во многом другом. Также любят предвозлежания на пиршествах и приседания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». Может быть, все это сочтет кто-либо из-за мелочи, но мелочи эти бывают причиной великих зол. Они разрушали и государство, и церкви. Я не могу удержаться от слез, когда и ныне слышу о председаниях и приветствиях, и представлю, как много зол произошло отсюда для церквей Божиих. Но об этом не нужно теперь говорить вам подробно, и особенно старшие из вас не имеют нужды слышать от меня об этом. Лучше обратим внимание на то, где учителями закона владевало тщеславие. Там, где им заповедано было предохранять себя от тщеславия. В синагогах, куда они ходили учить других. На пиршествах это могло бы показаться еще не так предосудительным. Хотя и там учителю надлежало быть образцом. Он должен показывать пример не только в церкви, но и везде. Как человек, где бы он ни был везде, очевидным образом отличается от бессловесных. Так и учитель, говорит ли, молчит ли, обедает ли или что другое делает, должен являться образцом и в походке, и во взоре, и в одежде, и вообще во всем. Напротив, фарисеи во всем являлись достойными осмеяния и стыда, стараясь гоняться за тем, чего следовало избегать. Любят, говорит он. Если любить предосудительно, то каково делать? И насколько больше еще зло гоняться за этим и домогаться получить это? 731. До сих пор, обличая пороки фарисеев, спаситель обращался только к ним одним, так как пороки это были невелики и неважны, и не было нужны предостерегать от них учеников. Но когда дело дошло до причины всех зол, любоначалия и восхищения учительских кафедр, то спаситель, выставляя на вид этот порок, обличает его со всей строгостью, восстает против него со всей ревностью и силою, обращаясь к своим ученикам. Что именно, говорит он, а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос, все же вы братья, а след за тем указывает и причину, и один другого ничем не превосходит, потому что ничего не имеет своего. Поэтому это и Павел говорит, кто Павел, кто Полос, кто Кифа, только служители, а не сказал учители. И еще, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. Это не то, что значит, чтобы они никого не называли отцом, но чтобы знали, кого собственно должно называть отцом. Как учитель не есть учитель в собственном смысле, так и отец. Один Бог есть виновник всех, и учителей, и отцов, и еще присовокупляет. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Он не сказал «Я наставник», подобно тому, как прежде он сказал «Что вы думаете о Христе?» Он не сказал «Обо мне», так и здесь. Но желал бы я здесь спросить, что на это скажут те, которые слова «один» и «один» часто относят только к одному отцу, отвергая единородного. Скажут ли они, что отец есть наставник? Это подтвердят все, и никто не будет противоречить. И однако же один, говорит Спаситель, есть наставник – ваш Христос. Как говоря «один» есть наставник – Христос, Спаситель не отвергает того, что и отец есть наставник. Так и называя отца единым учителем, не отвергает того, чтобы вместе и сын был учителем. Слова «один» и «один» сказаны для отличения от людей и от прочих тварей. Итак, предохранив учеников от этого жестокого недуга и обличив его, Спаситель наказывает и способы избегать его посредством смиренно-мудрее. Поэтому и присовокупляет «больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Подлинно! Ничто не может сравниться со смирением, почему и Спаситель напоминает им часто об этой добродетели. А и когда малых детей поставил перед ними и в настоящей беседе, и когда беседой на горе о блаженствах, с этой добродетели начал свое слово. И теперь, когда с корнем исторгает гордость, говоря «смирящегося вознесет», видишь ли, как он здесь ведет слушателей к делам совершенно противоположным гордости. Он не только запрещает искать первенство, но и предписывает избирать последнее место. Через это, говорит он, ты получишь желаемое. Итак, желающему первенство надлежит избрать себе место ниже всех. И кто унижает себя, тот возвысится. Но где мы найдем такое смиренно-мудрее? Хотите ли опять пойти в оград добродетели, в селение святых? То есть в горы и ущелья. Там-то мы и увидим эту высоту смиренно-мудрее. Там люди, блиставшие прежде мирскими почестями или славившиеся богатством, теперь стинают и стесняют себя во всем. Не имеют ни хороших одежд, ни удобных жилищ, ни прислуги, как бы письменами явственно изображают во всем смирение. Все, что способствует к возбуждению гордости, как-то пышные одежды, великолепные дома, множество слуг, что иных и поневоле располагает к гордости. Все это удалено оттуда. Сами они разводят огонь, сами колют дрова, сами варят пищу, сами служат приходящим. Там не услышишь, чтобы кто оскорблял другого. Не увидишь оскорбляемых. Нет там ни принимающих приказаний, ни приказывающих. Там все слуги, и каждый омывает ноги странников, и один перед другими старается оказать им эту услугу. И делают они это, не разбирая, кто к ним пришел, раб или свободный, но служат так всем одинаково. Нет там ни больших, ни малых. Что же? Значит, там нет никаких подчиненных. Напротив, там господствует отличный порядок. Хотя и есть там низшие, но высшие не смотрят на это, а почитают себя ниже их, и через сто делается большим. У всех один стол, у пользующихся услугами и у служащих им. У всех одинаковая пища, одинаковая одежда, одинаковое жилище, одинаковый образ жизни. Больше там тот, кто предупреждает другого в отправлении самых низких работ. Там нет различия между моим и твоим. И оттуда изгнаны самые слова, эти служащие причиной бесчисленного множества распри. И чему удивишься, что у пустынников один образ жизни, одинаковой пищи и одежды, когда и душа у всех их одна, не по природе только, по природе она у всех людей одинакова, но и по любви, 733. А в таком случае, как может он когда-либо возгордиться сам перед собою? Там нет ни бедности, ни богатства, нет ни славы, ни бесчестия. Как же могут вкрасться туда гордость и высокомерие? Есть там низшие и высшие подобродетели, но, как я уже сказал, там никто не смотрит на свое превосходство. Низших там не оскорбляют с презрением, там никто не уничижает других. А если бы их кто и унижал, они тем более научаются через это переносить презрение, поругание, уничижение и в словах, и в делах. Они обращаются с нищими и увечными, и столы их бывают переполнены такими гостями, а потому-то они достойны неба. Один врачует раны недужного, другой водит слепого, иной носит безногого. Нет там толпы льстецов и тунеядцев. Более того, там даже и не знают, что такое лесть. Итак, отчего бы могла у них родиться гордость? У них во всем великое равенство, а потому и они весьма удобно преуспевают и в добродетели. Действительно, такое равенство гораздо более способствует к научению низших, нежели когда бы их невольно заставляли уступать первенству высшим. Подобно тому, как человека дерзкого вразумляет тот, кто, получив от него обиду, уступает ему, так и честолюбивого, научает смирению тот, кто не гонится за славой, но презирает ее. Подобного же рода примеров там множество. И сколько между нами бывает распри из-за того, чтобы достигнуть первенства, столько они употребляют усилий, чтобы не иметь его, но быть в унижении, и всячески стараются превзойти друг друга в том, чтобы не самим пользоваться честью, а воздавать ее другим. Впрочем, и самые их упражнения приводят их к смирению и не дают им надмиваться. В самом деле, скажи мне, кто, занимаясь копанием земли, поливанием и насаждением растений, плетением корзины, вязанием лосиниц или другой какой-либо подобной работой, будет высоко думать о себе? Кто, живя в бедности и борясь с голодом, подвергнется этому недугу? Никто. Поэтому-то для них легко быть смиренными. Как здесь трудно соблюсти скромность по причине множества рукоплещущих и удивляющихся, так там это весьма удобно. Отшельника занимает собой только пустыня. Он видит летающих птиц, колеблемые ветром деревья, венья, зефира, потоки быстро текущие по долинам. Итак, чем может возгордиться человек, живущий среди такой пустыни? Впрочем, жизнь общественная не послужит для нас извинением. Если мы, обращаясь к людьми, будем предавать гордости. И Авраам, живя среди хананеев, говорил, «Я земля и пепел». И Давид, находясь среди войск, сказал о себе, «Я червь, а не человек». И апостол, вращаясь в мире, свидетельствуя о себе, «Я не достоин называться апостолом». Какое же мы будем иметь извинение, какое оправдание, когда, имея перед глазами столь высокие образцы, не смиряемся. Как они достойны бесчисленных венцов, потому что первые вступили на путь добродетели, так мы заслуживаем бесчисленные наказания за то, что ни примерами этих мужей, отцедших из жизни настоящей и прославляемых в Писании, ни примерами последующих им и возбуждающих удивление делами своими, не привлекаемся к равному соревнованию им в этой добродетели. В самом деле, что скажешь в свое оправдание ты, который не исправляешься? Что не знаешь грамоты, не читал Писание, чтобы научиться добродетелям древних? Но это служит к большему твоему осуждению, что ты не ходишь в церковь, которая всегда открыта, и не пользуешься этими чистыми источниками. Впрочем, хотя бы ты и не знал об отцедших святых мужах, потому что не читал Писание, тебе надлежало бы посмотреть на подвижников, живших ныне, живущих. Но тебе некому тебя проводить к ним. Приди ко мне, и я тебе покажу обитель этих святых. Приди, и научись от них чему-нибудь полезному. Эти светильники, сияющие по всей земле, стены, ограждающие города. Они для того удалились в пустыне, чтобы научить и тебя презирать суету мирскую. Они, как мужик крепкие, могут наслаждаться тишиной и посреди бури. А тебе, обуреваемому со всех сторон, нужно успокоиться и хотя немного отдохнуть от непрестанного прилива волн. Итак, ходи к ним чаще, чтобы, очистившись их молитвами и наставлениями от непрестанно прирожающихся к тебе скверн, ты мог настоящую жизнь провести, возможно, лучше. Исподобиться будущих благ, благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу слава, держава, честь. Со Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.